Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем военную кампанию Стронго Холд. Буквально на следующий день после устройства лагеря к вашему войску присоединяется странник в капюшоне. Вот мы и встретились. Наши братья долго молились, чтобы вам удалось добраться сюда благополучно. Мы рады, что вам пригодились представленные нами сведения, но теперь наш черед просить помощи. Герцог Детрюф пытается добраться до тайных документов, хранящихся в нашей библиотеке. К счастью, сейчас его войска по ошибке ищут их не там, где нужно. Братья собирают средства, чтобы укрепить старый монастырь, где хранятся рукописи. Однако у нас не хватит сил выдерживать его атаки хоть сколько-нибудь долго. Мы надеемся, что вам пригодится найденный нами секрет огненной реки, и вы сможете удержать его там. Я трачу время зря. Детрюф, найдите их и уничтожьте, а у меня найдутся дела поважнее. Это будет славная охота. Я выслежу их, поймаю, а затем позаботюсь, чтобы они умирали долго. Вы должны сдерживать кабана, пока монахи не наберут достаточно камня, а затем отступайте. Основное ваше преимущество – болото. Это и естественные препятствия, и источник смолы. Монахи открыли вам секрет огненной реки, так что наполненные нефтью рвы сослужат вам хорошую службу. Кроме того, в этих местах хорошо плодоносят яблони. Монахи нам открыли секрет огненной реки. Теперь я понимаю, откуда пошло называть спиртные напитки огненной водой. Ну что, ребят, нам сегодня предстоит достаточно интересная миссия, где должны набрать нужное количество камня и сдерживать атаки врага. Нам дают изначально небольшой замок и немного войск. Давайте, ребят, какая-то уже обычная бывает, сделаем побольше лесопилок, а потом уже будем, скажем так, развиваться дальше. Но на самом деле здесь долго размусоливать не нужно, потому что враг атакует достаточно серьезно, и поэтому нужно к этому быть готовым. Еще в начале видео я хотел бы пробежаться по разным комментариям, которые мне описали. Так, например, давайте построим рынок. И чувак писал по поводу того, что если перейти в последнюю вкладку, то он может как-то автоматом продавать резы. Но, как я не тыкал, у меня это не получается. Ну, в общем, он говорил о том, что, допустим, ставишь ограничения, вот, и когда у тебя накапливается количество резов определенное, то, ну, сами они будут продаваться. Не знаю, как это работает, как я не тыкал, у меня так ничего и не вышло. Я специально закупаю побольше дерева для того, чтобы, скажем так, как можно скорее построить все то, что я хочу. Вы скажете, Леха, ни хера ты столько дерева закупил, но на самом деле все нам понадобится, все пойдет в дело. Делаем сразу несколько амбаров и делаем, наверное, побольше производственных зданий для того, чтобы было питание. Ну, и потом уже можно будет продавать его, либо просто врубить налоги. Вот это здание крайне неудобно стоит, поэтому давайте лучше продадим и поставим здесь пару мельниц. Как раз-таки, чтобы недалеко ходить, недалеко от склада, вот. И, разумеется, запилим побольше пекарнь. Наши войска отправляем чуть дальше. Пекарня очень хорошая штука в том плане, что это мало то, что пропитание, так еще и можно выгодно впаривать наши продукты, так называемые. Ну, еще также чувак писал в комментариях по поводу того, что, мол, ну, он иногда пишет, что чувак, давай поиграй в Майнкрафт, вот пьюди пай делает, и как бы все при этом счастливы. Ну, на самом деле, чтобы снимать Майнкрафт, нужно как минимум, чтобы он мне нравился, ну, а мне он не нравится от слова совсем. Ну, и, разумеется, нужно снимать либо какой-то интересный контент, вот, а то, как я строю здание из говна и палок, я думаю, что попросту никому не нужно. Так что он под последним видео мне такой говорит, вот тебе, Леха, дизлайк, вот, ты не снимаешь Майнкрафт, ну, это плохой способ панипуляции, потому что от ваших дизлайков, скажем так, я не стану любить эту игру больше или меньше, вот, так что такие дела. Как бы я хотел умереть? Спросил он. И мне вспоминается Игра Престолов, как сказал Тириан, его там тоже спрашивали, как бы ты хотел умереть? Он говорит, в старости, пьяный и с девкой на члене. Хе-хе, как бы это грубо не звучало, но цитирую попросту его слова. Ну, а мы продолжаем обмазываться разными зданиями полезными, да? Вот, и как только у нас начнется производство пищи, то станет все намного лучше, потому что мы сможем такие, опять-таки, говорю, что продавать питание, вот, и тогда у нас будет, ребята, все хорошо. Наверное, провизию было сразу убавить, потому что у нас толком провизии еще даже до сих пор не добывается, поэтому такое. Нам сообщили о том, что на нас идет атака, так что будем к этому максимально готовиться, потому что расслабляться тут ни в коем случае не стоит. Кстати, чуть позже можно обязательно запилить добычу железа, которая здесь также есть. Войска собираем в кучу, ну и ждем выход врага. Что хорошо, что атакует он с одной стороны, так что можно будет к этому подготовиться, вот, и пока что добычу камня я не делаю. Пока, скажем так, есть дела более насущные, нам сделать нужно оборону, потому что, опять же, повторюсь, враг очень сильно атакует, и к этому надо быть попросту готовым. Подпускаем поближе и идем в атаку. Ставим агрессивный режим. В агрессивном режиме, что хорошо, они сразу начинают атаковать следующие войска и, скажем так, заморачиваться над каким-то контролем, управлением не нужно. Отводим. Вот. И вот эти парни достаточно живучие, но я думаю, что у нас у войск их хватит, чтобы попросту с ними разобраться. Отводим их подальше. Пекари уже несут, скажем так, готовую муку. Вот. И начинают печь хлеб, что, в принципе, хорошо. Но давайте попробуем постукать. Я в душе не веду, что там происходит, но, так или иначе, я думаю, что буквально еще пару ударов, да, и победа остается за нами. Вообще, как я сказал, расслабляться не стоит, потому что враг крайне жестоко атакует, поэтому надо постоянно, скажем так, быть на чеку и подстраивать разные здания. И продолжая разбирать комментарии, которые мне писали, также писал еще парнишка по имени Норжан и просил пройти Стронгхолд 2. Как я говорил ранее, обязательно пройдусь по всем частям Стронгхолда. Планирую пройти обязательно все части. Вот. Но, скажем так, забегать вперед не стоит, потому что у нас еще военная кампания не закончена. Ну и, разумеется, у нас есть еще экономическая кампания, поэтому строить планы на Стронгхолд 2 там или какие-то другие части пока что не стоит. Разумеется, постараюсь пройти обязательно все части, ну, не голопом так сразу, да, сделаю, скажем так, небольшие паузы, но в планах пройти, пройти абсолютно все. Хорошо, значит, у нас добыча нефти идет, добыча железа идет, камень, как я уже сказал, добудем, начнем добывать чуть позже. Мне вот самое главное понять, там мука скапливается или нет. Бально, я как-то неудачно здание построил. Да, мука скапливается, поэтому есть смысл построить побольше пекарни. Казалось бы, у меня полей не так уж и много, вот, но все равно мука скапливается. Так, ребятушки, давайте, может, хмель построим. Это в будущем нам поможет для того, чтобы, скажем так, наши жители были довольны, но, к сожалению, дерева постоянно не хватает. Дерево, по идее, я закупить могу, но не зря же я строил столько лесопилок, поэтому, ну, сидим на попе ровно и ждем, когда дерево попросту скопится. Потихоньку покупаем товары. Нам самое главное сдюжить хотя бы какие-то, скажем, начальные выходы врага, потому что, ну, когда ты, скажем, войска уже построил, тогда уже попроще. Потому что вначале самый такой трэш-шак и жесть. Вначале, конечно, крайне тяжело. Давайте, ребят, хижин побольше построим, потому что народу что-то как-то крайне мало. Так что, ребят, такие пироги. Не переживайте, по странгхолдам пройдет, поигрываемся, поиграем там в экономику и не в экономику. В общем, в планах пройти много и куча разных стратегий, как новых, так и старых, но новых, к сожалению, выходит крайне мало. Вот так сделаем. Ну и, разумеется, надо пару пивоварнь хотя бы построить. Вот. А трактир я пока не ставлю по причине того, что, ну, пока они там добудут хмель, пока они сварят. Ну, в общем, скажем так, пока над этим заморачиваться не стоит. Надо продать какие-то товары для того, чтобы уже нанимать наших войск побольше. Не хватает. Угу. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Нам сообщают, что враг пошел в атаку, но будем надеяться, что я готов. Вот. Так что все у нас, ребят, будет хорошо. Восстанавливаем провизию. Сейчас у нас рейтинг пойдет повыше, и жители скапливаться будут значительно быстрее. Потому что чем выше твой рейтинг, да, тем жители скапливаются быстрее. Что, в принципе, мне сейчас и нужно, по причине того, что я уже затарил кучу оружия, но нанять никого не могу. Жителей попросту не хватает. Ну что, ребят, нанимаем стрелку. Продолжаем это делать, да? Отправляем на стену. Ну и будем надеяться, что я все-таки сдюжу, потому что, вот, как я уже сказал, начальные выходы, они самые трудные, самые тяжелые. Можно вот так вот волчьи ямы еще так же поставить. Не знаю, правда, поможет это хоть как-то мне или нет, но пусть будет. Нас атакуют войска кабана! Нас атакуют войска кабана! Ужас-то какой! Ну, будем надеяться, что я сдюжу. Вот этих стрелков можно отправить сразу наверх. Построим побольше хижин. Пусть жители скапливаются, нам они в будущем еще понадобятся. Нам в любом случае строить еще добычу камня, не камня, в общем, куча чего еще нужно построить. Мука продолжает скапливаться, это хорошо, с одной стороны. Это, с одной стороны, хорошо. Значит, у нас добыча сена идет в полном объеме, так что можем спокойно продавать хлеб готовый и затаривать побольше войск. Внимание, говорит Германия. Новые войска отправляем на стены замка. Ну и ждем выход врага, который уже все ближе и ближе. Да, постоянно-постоянно у него войск намного больше, чем у меня. Войска намного круче, чем у меня. И с этим я, пожалуй, поделать попросту ничего не могу. Ну, разве что пытаться как-то отговоряться всеми правдами и неправдами. Хм. Продолжаем продавать наши товары. Тут, как я уже сказал, хлеб очень хорошо продается, поэтому я, скажем так, в этом плане спокоен. Нанимаем побольше войск, отправляем на стены замка. Ах ты, чертяга, уже подходит поближе. Ах ты, что творит. В атаку. Вот немного я, конечно, протупил, потому что он, видите, забрался наверх и сейчас попросту убьет моих стрелков, что, в принципе, нехорошо. М-м-м, чертяга, сейчас еще справа пойдет. Вот это поворот. Но пытаемся отговоряться, насколько это получится. Остается пока под вопросом. Враг внутри замка. Вот это да. Вот это жесть. Он продвигается все ближе и ближе. У них крайне много здоровья, поэтому приходится крутиться, вертеться и пытаться выжить. А, отлично. Ну вот, конечно, единственное, я допустил ошибку, что рано послал войска ближе в обои в атаку и он забрался на нашу башню и постукал стрелков, которые там были сверху. Ну что, ребят, у нас уже, получается, две атаки мы сдержали. Вот, и теперь можно уже заморачиваться над добычей камня. Потому что по основному заданию, как я уже сказал, нам нужно добыть камень. Вот, и чем скорее мы это сделаем, тем быстрее пройдем нашу миссию, так скажем, да? Сокрушимую и непроходимую. Воскоскапливаются? Хорошо, пусть это жители. Ага, ага. Также не стоит забывать по поводу трактира, потому что я уже давно хотел его построить, но пока все как-то откладывал. Ну там на самом деле нужна куча дерева, поэтому пока сидим на попе ровной и ждем, когда дерево скопится. Люди любят вас, мой лорд. Хорошо, добыча идет. Угу. Так, а что у нас там? Мука, мука. Муки на самом деле не так уж и много остается, поэтому давайте еще буквально пару полей построим, чтобы, скажем так, я не переживал и все у нас было хорошо. Нужно дерево. У нас по большей части хлеб идет часто на продажу, поэтому это наш основной источник доходов. Там, насколько я помню, еще можно было один железный орудник построить, поэтому давайте затарим еще немного дерева. Вот, и как раз таки займемся этим. Угу. Железо тоже неплохо идет в продажу, но это, скажем так, вклад на будущее, потому что находится оно крайне далеко. Вот. Балины. Ладно, ждем, ждем. Находится крайне далеко, пока они таскают это железо через всю Ивановскую, вот, проходит куча времени. Поэтому, когда я строю железный орудник, это, скажем так, я уже сказал, вклад на будущее. Нанимаем побольше стрелков. Нам самое главное построить побольше войск, чтобы сдюживать атаки врага, и потом уже спокойно там сидеть, как я люблю говорить, топоперовно, и добывать наш камень, который нужен по основному квесту. Ну что, ребят, давайте запилим последний уже железный орудник, и тогда вот так вот сделаем. Вот. Все, они добывают, и, в принципе, все у нас, ребята, идет хорошо. За камень я не переживаю, остается только ждать. Вот. И, разумеется, я жду еще противника, чтобы проверить свои силы, да, то есть, насколько смогу я сдюживать. Потому что одно дело говорить, что вот, у меня, ребят, куча войск, а насколько хороши твои войска, остается под вопросом. То есть, именно в бою, как раз таки, проверяется, насколько у тебя хороша оборона. Можно, по идее, сделать аванпост по выходу врага, то, как я обычно это делаю, но делать я этого не хочу, по причине того, что эти аванпосты просят камень, а камень добывается плохо. Поэтому, чтобы быстрее закончить нашу миссию, вот, поэтому, ну, будем сдюживать врага ближе к замку, да, то есть, не будем делать никакие аванпосты. Ага. И трактир, трактир, о котором я говорю уже достаточно давно, надо все-таки его построить. А то я заикаюсь, хочу, 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 а в итоге все только на словах и заканчивается. Давайте затарим побольше дерева. Золота не хватает? Угу. Самое главное, чтобы хлебушка было побольше, тогда у нас будет в жизни все хорошо. Все, ребят, на трактир уже, ага, хватает, и поставим где-нибудь примерно здесь. Так, ну что, ждем следующий выход врага, когда уже отобьем следующий выход, тогда уже можно будет спокойно говорить о том, что у нас все хорошо, и мы сдюживаем атаки врага. Враг пошел в очередную атаку, но будем надеяться, что все-таки мне войска хватит для того, чтобы отбить его выход. И, как я люблю говорить, знаете, можно сколько угодно хорохориться и говорить, что у тебя куча войск, но противник приходит и спокойно тебя стукает. Поэтому сейчас мы проверим наши войска в бою, хватит ли у меня стрелков, не хватит ли у меня стрелков. Сейчас оно все будет ясно. Хорошо, что тут в округе куча болот, вот, и враг очень, скажем так, долго ковыряется, пока идет в сторону моего замка. Это не может не радовать. Но я продолжаю продавать товары и пытаться выжить во всей этой вакханалии. Угу. Давайте затарим побольше оружия. Денежек крайне мало, но, как я люблю говорить, хотя это не мои слова. Денег нет, но вы держитесь. Хе-хе. Покупаем. Угу. Покупаем, продаем и пытаемся выжить. Нанимаем стрелков и отправляем сразу на стены замка. Чертяга. Опять-таки проходит спокойно на шарю. Да, просто целая толпа врага. Ну, а мы пытаемся сдюжить. Насколько это выйдет у меня. Стукает моих крестьян, но они играют, скажем так, очень важную роль, потому что они какое-то время сдерживают врага, и тогда мы можем хоть какое-то время его расстреливать. И у него на самом деле не так уж и много здоровья. Во! Во! Неплохо! Не скажу, что на изи, но так или иначе противник дойти на меня не может. А? А? Ребята? Здорово! Но, разумеется, кухарки отдали свою жизнь на защиту замка, поэтому можно воздвигнуть какие-то памятники в их честь, потому что если бы не они, то враг спокойно дошел бы до нашего лорда и попросту его размотал. Знаете, ребята, я что подумал? Вот я часто покупаю, допустим, арбалеты и кожу, вот, но кожа из-за того, что стоит не так уж и дорого, то лучше, наверное, производить как раз-таки арбалеты, то есть арбалеты, чтобы доставались тебе задарма за счет кузнеца, а кожа, ну, она стоит 100 с лишним золота, в отличие от тех же арбалетов, которые стоят 290, вот, поэтому есть смысл строить именно строительство арбалетов, да, а кожу уже покупать. Давайте, запасы дерева, знаете, еще что хотел сделать, дело в том, что она стоит крайне неудачно и добыча камня у нас постоянно идет, давайте лучше продадим, построим здесь побольше складов, потому что камень-то я не расходую и его будет становиться с каждым разом все больше и больше. Ну и, разумеется, продаем товары, ждем, когда соберется камень, ждем выхода врага, в общем, нам остается только сидеть на попе ровно, да, как я люблю говорить, и ждать у моря погоды. У кабана, походу, малости крыша протекла, но я так или иначе его жду, когда он уже все-таки пойдет в атаку. Войска кабана пошли в атаку, а у нас сколько? Почти 150 стрелков. Ну давай, попробуй. На изи, по-моему, да, ребята? Уже на изи. Он тупо не сможет ни докуда дойти. 150 стрелков, арбалетчиков. Силушка богатырская. Хе-хе-хе. Ну, о, идет, идет, идет бычок, шатается. А, смотрите-ка, пробегает даже, пробегает чертяга. Не все просто так. Наверное, все равно есть смысл части стрелков держать именно на стенах замка. А, что плохо он, видите, он волу убил, который таскает камень. А, но, по-моему, убил уже на обратном пути, потому что наша задача, как можно скорее накопить камень, и тогда будет победа за нами. Камушек добывается крайне долго. Давайте посмотрим. Ага. Вот, вы меня бы спросили, зачем я столько амбаров построил в начале задания. Вот, пожалуйста. Амбар заполнен. Продаем наши товары. Ну, и давайте ждать выход врага. А, кстати, можно немного вот так сделать. Продать те здания, которые просят камень. Ну. Во. Как раз таки под атаку. Хе-хе. Убираем наших стрелков. Я думаю, что они с земли спокойно разберутся. Вот, вот. И так у нас камушка станет получше. Такой одинокий дозорный. Где-то на стене. Ага, ага. Вот так сделаем. Во. И у нас камушка станет побольше. Я думаю, спокойно разберемся, ребята, уже и так. То есть он пусть пытается пробежать, и я думаю, ничего у него попросту не выйдет. У нас столько стрелков, что не добегает чертяга. Ничего себе. Вот это поворот. Хорошо то, что у него нет ни катапульт, ни стрелков. А не, смотри, тоже стрелки пошли. Хорош. Ну давай, подходи поближе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. О, силушка. Что там по камню? Осталось буквально немного. Блин, скорее бы уже. Тут по большей части самый такой трэш в самом начале, потому что, ну, потом становится полегче. Я специально уже все продал, что требуется камень, да, где. Вот, и ждем, ждем, когда камушек скопится, и мы сможем одержать победу. Продадим товары. Тут еще, видите, часто нужно продавать товары, чтобы склад постоянно освобождался. А то места там становится крайне мало. Ну давай, 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 камень уже, давай. Немного осталось. Итого остается. Угу. Это, походу, будет уже последняя партия. Ну, так или иначе, там еще один бык есть, так что я не переживаю. Не хватает. Да что ж такое-то? Осталось буквально крайне мало. И вот последний наш бык, который притаскивает ту сумму, которая нам нужна по заданию. Давай, мой хороший, давай. Вон он, вон он топает. Во, 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 все. Уйди отсюда, кабан, урчит мне тут. Мы победили, сэр! Выполнив задачу, вы под прикрытием темноты отступаете в густой туман. За спиной вы слышите злобные крики людей-кабана, которые обыскивают оставленный вами монастырь. Очередное задание успешно пройдено, и я с вами прощаюсь до следующего видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакт, всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok